Доброе утро! Ну что, друзья, помахали вчера ручкой светофором? Если даже не успели, то не переживайте, у меня есть праздники на сегодня. Начнем с господа. 6 августа среда вступила в свои права. Отмечает свой профессиональный праздник железнодорожные войска. В солнечной Ямайке сегодня день независимости. Поздравляю всех, кто имеет отношение к вагонам, перронам, поездам или к славному солнечному острову. Поздравляю вас! Переходим к рабочим моментам. Как обычно, делаем утреннюю зарядку, завтракаем, потом любуемся на уличную роспись, просматриваем гороскоп, пролистываем историю родного города. А пока немного потренируем мышцы. Доброе утро! С вами Наталья Автаева и спортивный клуб Манго. Сегодня у нас снова Пилатес. Занятия по этой системе улучшают телосложение, развивают равновесие, тонизируют мышцы, помогают справиться с болями спины и развивают дыхательную систему. Принимаем исходное положение, мы с вами учим базовые движения, которые используются практически в каждой тренировке. Упражнение называется Single Leg Stretch, то есть растяжение одной ногой. Подкручиваем таз, поясницу укладываем на пол и сгибаем колени. Правой рукой берем себя за внешнюю часть колена. Левой рукой берем с внутренней части голени. Делаем вдох, вытяжение идет за макушкой вверх, растягиваем задний отдел шеи, подтягиваем живот в себя и сохраняем вот этот тяж живота на протяжении всего упражнения. Поясница в пол. На выдохе вытягиваем одну ногу вперед, колено подтягиваем ближе к груди, при этом ваш таз должен оставаться на полу, то есть крестец не отрывается от пола, крестец плотно лежит на полу. Делаем вдох и с выдохом локти раскрываем в сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох. Какие бывают ошибки? Люди либо закидывают голову назад и нагрузку вся берет на себя передняя часть шеи, либо надувает живот, либо идет выпрямление ног через верх. То, что это неправильно, это нельзя. Ноги двигаются как по одной линии, по одной вперед прямой. Выдох, вдох, выдох, вдох. Можно работать в два раза быстрее. Сделать вдох, выдох, вдох. Таз неподвижный, верхняя часть корпуса не раскачивается. Четыре, три, два. Согнули оба колена. Второе упражнение у нас на мышце брюшного пресса. Есть целая серия этих упражнений. Тянем плечи вниз, проваливаем живот себя, пупок, оклепку пристегиваем к позвоночнику. Вытягиваемся макушкой вверх. И со вдохом вытяжение. Вдох, живот провалить, поясницу к полу сжать, ягодицы и внутреннюю часть бедра. Вдох, руки через сторону. Выдох. Когда сгибаете колени, не поднимайте таз. Крестец прижали к полу, ноги плотно сжаты. Вдох. Выдох. Вдох. Руки к голове. Бывают ошибки такие, что когда поднимаете руки, теряете контроль за верхнюю часть корпуса. Это нельзя делать. Вдох. Еще два раза. Выдох. И у нас еще одно упражнение. Убрали руки за голову, ладошка на ладошку, под основание черепа, локтями в сторону, ноги в позицию пилатеса, сжали ягодицы, живот в себя. И с вдохом пытаемся удлинить наши ноги, продолжая сжимать ягодицы, опускаем вниз. Резко вверх. Выдох. Вдох. Вертикально. Крестец остается на полу. Вдох. Поймайте ощущение на вытяжении передней части бедра, но при этом сжать напряжение ягодицы. Выдох. Вдох. Еще четыре раза. Вдох. Выдох. Нижний край лопаты касается пола, плечи отвергнуты, пола длинные шеи. Последний повтор. Вдох. Согнули колени. Если у вас устали мышцы шеи, можете наклонить голову в одну сторону, наклоните ее в другую. А на этом мы с вами закончили. Увидимся завтра. Делайте каждое утро в зарядке и будьте здоровы. Утро. Звонок будильника. Спать хочется. Еще минуту сна, которая превращается незаметно в полчаса. Сонный взгляд на время, прыжок с кровати, лихорадочный поиск вещей, чашка кофе на ходу. Ну согласитесь, это неправильно. Как говорят врачи и специалисты, утро нужно начинать не судорожно, а спокойно. Проснулся, умылся, позавтракал, причем позавтракал плотненько. А для того, чтобы подкрепиться вкусно и полезно, нужно смотреть нашу рубрику «Завтракаем вместе». Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить острый салат из куриных желудков. Для острого салата нам потребуется 500 г вареных куриных желудков, 1,5 луковицы, 1 морковь, 1 столовая ложка соевого соуса, 100 г уксуса 6% растительное масло, кориандр, красный жгучий перец и соль. Готовим! Лук нарезаем тоненькими полукольцами. Заливаем его уксусом и оставляем минут на 20 мариноваться. В это время трем морковку на терке для корейских салатов или просто на мелкой терке. Остывшие желудочки нарезаем пластинками. Желудки, морковку и лук без уксуса поливаем соевым соусом. Солим. Сверху в одну кучку кладем кориандр и острый перец. На сковородке разогреваем растительное масло и выливаем его прямо на специи. Хорошо все перемешиваем. Украшаем зеленью. Даем нашему салату еще немножко настояться в холодильнике. Лучше всего на ночь, но хотя бы минут 20 у него должно быть. А мы пока запишем продукты, которые нам сегодня понадобились. Для острого салата нам потребуется Главное достоинство этого салата в том, что он может целую ночь простоять в холодильнике. Значит, его можно приготовить заранее. Готовим вечером, наслаждаемся на следующий день и приятного аппетита. А рецепт этого блюда вы можете найти на сайте trkz.ru на страничке программы Доброе утро Заречный в рубрике Завтракаем вместе. До встречи! Наш любимый город приобретает новый образ. На домах появляются настоящие картины, но не подумайте, я не про граффити. Я говорю про городской декор, по-другому украшение домов красивыми рисунками и цветами. О противоречивом современном городском искусстве с горожанами беседовала Маргарита Кадацкая. Не так давно на стене одного из домов по улице Зеленой появилась вот такая вот занятная композиция. Мы решили спросить жителей нашего города, как они относятся к подобному уличному искусству. Вы считаете, нужно вот наши дома разрисовать? Ну, может быть, все и не нужно, но именно здесь вот, мне кажется, этот вот щит, он как-то разрисован в тон остальному, ну, мне кажется, вписывается хорошо. Ну, интереснее идти, да, интереснее настроение поднимается. Конечно, нужно, это же красиво для красоты, глаз радует. Нужно. Ну, конечно, какое-то разнообразие. Что же у нас одни дома серые, серые, серые. Знаете, сколько было случаев, в чужой дом войдешь. Так что... Так понятно, где. А это понятно, где. Вот этот дом разукрашенный, значит, он мой. Вам нравятся дома вот эти, которые нарисованы? Очень даже. А вы считаете, нужно что-то рисовать на стенах? Обязательно. Живой, веселый город. Обязательно. Вообще, это нужно нашему городу вот это рисовать или нет? Нет, это должно быть избирательное. И это должно быть не просто фасонное, что хочу и нарисовал. Так? А что нужно тогда рисовать? Что рисовать? Если вообще нужно. Ну, вообще-то это... Это решает совет дома, наверное. Конечно. Ну, как, все рисуют дом, пауцца, петрушка. Вам нравятся вот эти дома, которые нарисованы? Очень интересно. Хорошо. Красиво. Красиво, да. Красиво, хорошо. Вы считаете, нужно вот наши дома зареченские? Нет, мы считать не считаем, но так приятно глазу идешь. А теперь зададим вопрос несколько по-другому. Готовы ли вы разрисовать собственный дом, подъезд или хотя бы окно? Нет, нет, нет. И желания такого тоже нет? Нет, тоже нет. Да я не знаю. У меня нет на это как-то. У нас вообще-то дом новый. Наверное, не надо. Я думаю, да. А так, к сожалению, не умею. А сделали бы, если бы была такая возможность? Да, сделала бы. В своем подъезде, на своем доме? Да, сделала бы. Мне, например, нравится. А вот самостоятельно раскрасить фасады серых многоэтажек готовы уже единицы. До воплощения задуманного добирается и того меньше энтузиастов. Впрочем, нам повезло. Совсем рядом с необыкновенным домом гуляла группа начинающих художников, которые, что называется, не стали ждать милостей от природы. Мы подъезды рисовали. Да, мы подъезд пытались разрисовать. Да, пытались. Ну, там тоже как бы нарисовали. Ну, можно как бы сказать, мы там растения нарисовали, но потом кто-то стер у нас все. А кто стер, никак и не определили? Определили. Это с первого этажа девочка, ее мама сказала, чтобы она стерла. Ну, зачем? То есть не оценили ваше высказание? Нет, все оценили. Очень понравилось всем. Говорят, смотрите, каким делом хорошим заняли. А вот эти, которые на первом этаже были, они все стерли. А как ты думаешь, что руководствует людьми, которые стирают какие-то вот такие красивые вещи? Почему они это делают? Ну, не хотят, чтобы у них подъезд был такой красивый. Стремление сделать свою жизнь ярче и красивее собственными руками, конечно, похвально. Но так уж не права соседка с первого этажа, уничтожившая плоды детского художественного труда. Для того, чтобы разобраться в непростом вопросе уличного творчества, призовем в эксперты-пионера городского художественного движения Михаила Палаткина. Встречу герой назначил нашей съемочной группе неподалеку от, как сам он называет, своей крайней работы разноцветных ступенек центрального рынка. Кстати, прохожие думают, что очередной уличный арт Михаила – реклама одного из местных магазинчиков. Впрочем, это не мешает горожанам наслаждаться радужными ступеньками. Хотя это произведение искусства вряд ли обгонит по популярности поддонный диван. Самый максимальный отклик был на элементарную вещь – сложить 8 поддонов в форме дивана. То есть это был самый максимальный отклик из того, что я делал. Чуть более 50 лайков – это по всем лайкам, если взять клуб стратегического развития, это больше, чем все благотворительные акции вместе сложные. Но не все арт-объекты принимаются на ура, и не всеми жителями города. Социальная реклама против алкоголизма, которую нарисовали сподвижники Михаила на асфальте напротив одного известного заведения Заречного, просуществовала совсем недолго. Мы ее сделали ночью, мы делали ночью, ну с 11 до 12. Она просуществовала до открытия закусочной, то есть она или в 8, или в 9 открывается, и в 10 уже надписи не было, и закрасили. Все, к кому мы обращались, это реклама. И не те, к кому, а владельцы этого заведения, они закрасили. Они на тот момент считали, и сейчас считают, что у них хорошее заведение, это почти такой клуб по интересам. Люди сидят, играют в шахматы или в домино. Примерно такой был ответ тогда. Впрочем, сам Михаил признается, что не всякий уличный арт заслуживает права на жизнь. Была социальная реклама против алкоголизма на фасаде кинотеатра России, но она была сделана... Это был вундализм, по большому счету. Да, хорошо социальная реклама, но надо думать. Одно дело на асфальте, и это со временем все равно бы стирался. Другое дело на фасаде центрального здания в городе сделать эту рекламу. Топорно. Изуродовать здание. Не надо переходить грани, когда вот надо понимать, что как вот эти ступеньки, они же ничего не испортили. Если кому-то не нравится, могут закрасить под ржавчину. Ничего не испорчено. Не испорчена ничья собственность. Муниципальный объект покрасили, и он теперь не ржавеет. Если вы уже очень сильно жаждете апгрейдить непременно какое-то общественно важное строение в Заречном, способ есть. Достаточно обратиться к Михаилу уже как к исполняющему обязанности главного архитектора города. И если проект покажется стоящим, у вас появится шанс воплотить мечту в жизнь. Если вы что-то хотите сделать, вы принесите, покажите, как это будет, а потом сделайте. Конечно, улучшать родной город нужно. Только стремясь к совершенной красоте, важно увидеть грань между оригинальным искусством и обычным вандализмом. Сколько может прожить человек? 70? 80 лет? Просчетом ученых-биологов, продолжительность жизни любого организма может составить от 7 до 14 периодов времени, за которые этот организм достигает зрелости. У человека зрелость наступает в 20-25 лет, следовательно, его жизнь может продолжаться до 280 лет. Некоторые геронтологи считают, что человек может протянуть и дольше. Например, доктор Кристоферсон из Лондона высказал такую мысль. Человек может прожить 300, 400 или даже тысячу лет, если его организм обеспечивается всеми необходимыми для жизнедеятельности веществами. Этого мнения придерживается и известный английский естествоиспытатель Роджер Бекон, изучавший проблемы долголетия нормальная продолжительность жизни человека тысячу лет. А вот человек, о котором мы расскажем в следующем сюжете, отпраздновал на днях 90-летие. Конечно же, это не тысячи лет, но согласитесь, все равно возраст более чем достойный. Антонину Александровну Глушкову поздравила наша съемочная группа. Этот вечер во дворе домов 10Г и 10Д на улице Зеленой начинался как обычно. Малыши возились в песочницы, ребятишки постарше затевали привычные игры на площадке, мамы наблюдали за своими чадами, бабушки и дедушки мирно беседовали. И вдруг все изменилось. Помощники председателя местных ТСЖ Елены Лукьяновой накрыли столы вкусными угощениями. Откуда-то взялись артисты, и вот уже в привычный детский гомон влилась веселая гармошка. Как ни странно, почти никто таким превращением не удивился. Все знали, сегодня день рождения у жительницы их двора Антонины Александровны Глушковой. В честь ее 90-летия соседи и приготовили этот праздник. Стоило имениннице появиться, и все ее соседи тут же собрались в дружный хоровод. Я играю на гормошке, у прохожей на льду. С оживленью и воспеньем, когда раз даю. Согласитесь, мне верится, что у этой улыбчивой, обаятельной женщины такой солидный возраст. Ее новые знакомые новоселы сначала тоже не поверили. То, что возле дома посажены цветочки, это все нашими руками. И первый, кто начал свою территорию обрабатывать, это была Антонина Александровна. И вот у нее на той стороне дома, где дорога, у нее свой участочек. И весь год тут она его обрабатывала, и он самый был лучший. Правда, в этом году у нее немножко здоровье пошатнулось, и уже, как говорится, все время легло на нас. А вообще человек очень такой активный, добрый. Антонина Александровна – трудолюбивый цветовод, гостеприимная соседка, внимательная бабушка. У нее двое детей, четыре внука, шесть правнуков и один праправнук. Откуда на все берутся силы? Детям закалил меня война. Ну, надо надеяться, быть оптимистом, не раскисать при болезни, а надеяться на лучшее. Что я выздоровлю, я выздоровлю. Я вот с 11 декабря две перенесла операции, в общем, и болячки, и осень. А я надеюсь, что я выздоровлю, и еще буду ходить, да пристывник провожать, все время по школам ходить. Так что я еще в строю, да. Поздравляю вас, поздравляю. С днем рождения, ваше днем рождения у вас. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. День рождения у вас, и день рождения у вас. Мы сегодня отмечаем, отмечаем. Большое вам спасибо, что вы вот такая красавица у нас сегодня. Друзья, давайте поаплодируем. Что отмечаем? 90-летие одной бабушки. Ты бы хотел, чтобы твой день рождения так отметили? Я, да. Что для этого нужно? Сделать что-нибудь прикольное. Прикольное или хорошее? Хорошее, хорошее. Да, и хорошее. Пираты позвали. Хорошее для кого? Ну, для всех, для окружающих, для нашего города. Очень нравится вот это, когда объединяется двор. Мне кажется, даже какая-то вот мечта такая вот о таком дворе. Мне кажется, даже, мне кажется, у меня всегда было, когда во дворе так как-то люди общаются, какие-то праздники. Это прям, ну, замечательно просто. Да, у нас еще юбилей, вот у Михаила Ивановича. Тоже 90 лет, 18-го числа. Я думаю, тоже соберемся. Ну, как приятно все равно собраться за общим столом. Ну, чтоб все были вместе. Дети играли, взрослые здесь рядом. Ну, смотрите, как уютно и по-доброму. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, Почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду. К сожалению, день рождения Только раз в году. Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит И, наверное, оставит мне в подарок Пятьсот из кимо. Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду. К сожалению, день рождения Только раз в году. Большинство людей в детстве Отдыхали в оздоровительных лагерях И каждый помнит королевскую ночь Ну, кто все-таки не в курсе, я расскажу В последнюю ночь в лагере Нужно завести будильник Часов так на 5-6 утра Проснуться И пойти в соседний отряд Мазать спящих товарищей Пастой Или пришивать одеяло к простыне Еще можно сделать гирлянду из обуви Полотенец и все того, чего вы найдете на сушилке Интересно, у ребят из лагеря При городском санатории и профилактории Была королевская ночь? Или они решили как-то по-другому Попрощаться с своими товарищами? Алина Храмова побывала на закрытии смены Вот она нам и расскажет, что там происходило Журналистская смена в городском лагере При санатории и профилактории Завершилась шумом, криками Визгами, писками, плясками и конкурсами Воспитанники лагеря учились быть настоящими журналистами Телеведущими, фотокорреспондентами И, конечно же, первое правило представителей СМИ Быть активными Да, у этих детишек энергии не занимать Мигом поставили весь культурно-досуговый центр Ровесник на уши От желающих участвовать в конкурсах Отбоя не было Каждый день в течение смены Ребята учились писать заметки и новостные статьи О событиях, в которых сами же и участвовали Результатом их работы стала большая общая газета Общий итог Это как раз газета, которая будет иллюстрировать Все события, которые происходили В течение смены Ну и вот, эта газета Мы ее отдаем на конкурс Вместе с нашей программой О самых ярких событиях смены Рассказали нам сами дети Мы на занятии ходили в библиотеку Смотрели мы фильмы Самое запоминающееся было, что мы сюда пошли Смена приятная, очень хорошая Вот, и я о ней скажу такое Что она очень нормальная, более-менее Ты много друзей нашел Я много друзей нашел Хорошо Был самый лучший в лагере Капитаном был Вы только посмотрите на этого капитана Как он лихо отплясывает на дискотеке Только так и нужно веселиться Мы все бы сумели Придет наше время Время Жить на ригере А ты как кушабеле Клеить модели Речать все проблемы Мы будем в ответе За все на планете Придет наше время Время придет Время придет Время придет Время придет Каждый человек в нашем мире метеозависимый У людей в возрасте это особенно ярко выражено Они очень болезненно реагируют на изменения погоды Для того, чтобы знать, к чему быть готовыми Нужно смотреть нашу следующую рубрику Под названием «Народный прогноз погоды» И сразу все будет понятно, что с собой брать на улицу Зонтик или валидол с водичкой Смотрим! Доброе утро! Сегодня 6 августа, среда За речным ожидается облачная погода Возможен дождь Атмосферное давление 744 мм ртутного столба Ветер северо-восточный 4,6 м в секунду Температура воздуха днем 24-28 градусов тепла Ночью 16-19 градусов выше нуля Хорошего вам дня и с добрым утром!